В ряде регионов страны введен режим обязательной самоизоляции. Власти призывают граждан не покидать свои жилища и выходить на улицу только в случае крайней необходимости. В Приморье режим самоизоляции пока носит рекомендательный характер, но судя по опустевшим улицам Артема, большинство жителей прислушались и решили переждать опасный период дома. В городе значительно сократилось и число автомобилей, дороги свободные, общественный транспорт полупустой. Улицы города патрулируют полицейские и сотрудники Росгвардии. Также закрылись салоны красоты, сауны, кинотеатр, музеи, кафе и рестораны. В крупных торговых центрах открыты только продуктовые и аптечные отделы. Магазины бытовой техники и электроники работают в режиме пункта выдачи интернет-заказов. Приостановил свою работу и городской рынок. На его территории открыт лишь продовольственный павильон, аптека и магазин бытовой химии. Непривычная картина в парках культуры и отдыха. Обычно здесь проводят время десятки посетителей. Сегодня лишь единицы. Мы гуляем часто возле дома. Мы живем в высотках, у нас там две детские площадки, но сейчас там гуляет много деток. Поэтому мы решили погулять в парке. Гуляем и отдельно. То есть мы знаем про режим самоизоляции. Обязательно у нас бактерицидные салфетки. То есть мы вытираем ручки. У нас есть гель специальный бактерицидный со спиртом. Но ребенку его нельзя, как бы я обрабатываю руки. То есть маски, конечно, малышу нельзя одеть, потому что он будет плакать. Поэтому на улице мы гуляем без маски. Гуляем отдельно. На площадке детской мы не гуляем. Не прекратили работу поликлиники и больницы, аварийные службы и органы власти. Напомним, что с 28 марта по всей России началась нерабочая неделя, объявленная президентом Владимиром Путиным. Федеральные и региональные власти рекомендовали гражданам соблюдать режим самоизоляции и не воспринимать это как каникулы. Люди в основном-то, видать, придерживаются указа президента. Все сидят на изоляции, самоизоляции. Поэтому, я думаю, народ сознательный. По минимуму ходят только в продуктовый магазин. И так вот в основном, аж в аптеку куда-то идут. Без надобности, мне кажется, не ходят. Анжела Галышина, Иван Петров, Амир Зинатурин. Городские новости.